Медовый Спас Мед на любой вкус и цвет Ароматное лакомство представили около 50 пчеловодческих хозяйств Южного Казахстана В этом году шумкенские пасечники не подвели На ярмарку меда привезли лучшие сорта По традиции первый мед необходимо осветить и только потом выставлять на продажу Мед освещается не только в церкви Церковь дает нам разрешение, вот в этот день освещает мед Вот как на крещении освещается вода Она освещается не только в церкви, она освещается везде Вот так же и здесь церковь дает разрешение на мед Освещает, благословляет этот мед Он освещается везде, его можно и здесь есть Освещенный в храме мед обладает удивительной силой. Каждый просто обязан его попробовать. Медовый спас 2015 порадовал гостей ярмарки не только местными сортами меда. Многие представили еще и ароматные, полезные высокогорные травы. Даже не ожидали такого напоева, если честно. В следующем году обязательно тоже придем. Пять сортов. Один российский, это подсолнух. Остальное все наше. Каскасун. Колючка. Это, знаете, в поле, да? Майский мед. Самый первый. Горный. Это Каскасун. Акбас. Очень редкий мед. И Курай. Для шымкенцев организовали концерт с участием танцевальных коллективов. Как отмечают организаторы, с каждым годом медовый спас в шымкенте собирают все больше людей. Освещенный мед. Желательно соседям хотя бы по ложечке дать, отведать этого меда. Потому что считается, что вот этот освещенный мед и те, кто его попробовал, они долгое-долгое время будут жить в мире и дружбе. Это праздник сегодня не только православных христиан. Вы видели, что здесь представители самых разных наций и народностей. Это говорит о том, что, значит, сегодня этот праздник хорошо работает на понимание, значит, на согласие, мир, повышение культуры межнациональных отношений. Для шымкенцев стала традицией во время медового спаса идти на ярмарку. А потому впервые в этом году сладкие ярмарки прошли сразу в трех местах. На улице Московской около храма Казанской иконы Божьей Матери, на улице Туркестанской напротив Свято-Никольского кафедрального собора и для удобства сельских жителей третья ярмарка меда развернулась около центрального православного храма в Аксукенте. Продолжение следует...